Девушки отдыхают Ты хоть поднимаешь? Что теперь с нами будет? Что? Для начала ты мне отдашь все, что у тебя есть на советника посольства этого Грида. Видео, файлы. Все, чем вы собирались его шантажировать. А вот потом поговорим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После укола практически сутки проспал, но теперь уже на ногах. И что это было, наркотики? Анализ крови ничего не выявил. Подождите, он реально помешался умом? На самом деле, все намного лучше, чем можно было ожидать. Постравматический синдром, бессонница, ну и вот что получилось. Подождите, он придумал себе девушку, он с ней общался. И где здесь лучше-то, доктор? Ну, это помутнение рассудка, что главное, временное. Снотворное, регулярный сон, визиты к психотерапевту и приступу больше не повторится. Да, это хорошо. И как он сейчас? Может отправляться домой, под присмотром близких только. У него есть родственники, которые могли бы с ним побыть, пока он отправится? Нет, родственников нет. А есть соседи? А долго мне еще здесь Ежакова еще отдала? Мы проверяли твое видео. Перезапоминай. Этого разговора не было. Ты здесь никогда не была. Не знаешь никакого Грина. И не была в американском посольстве. Еще раз дашь повод для нашей встречи. Это будет твой последний день на свободе. Все ясно? Да. Свободно. А Валера, Женя? Троица идиотов тут никому не сдалась. А что с Грином? Я же сказал, забудь его. Как? Он же взорвал дом, в котором я жила. Ну, дом на лесной. Что? Ну, просто тогда он тоже пытался меня убить, и поэтому и организовал взрыв дома. Нет, я уверена в этом. В тот день ко мне приходил... Их агент, а потом под обломками его нашли с дырки в башке. Я могу идти? Пожалуйста, скажите только, что это не сойдет ему с рук. Это все, что я бы хотела знать. Какой взрыв? Не имеет он отношения. Никто не станет устраивать теракт в другом государстве ради убийства одной дуры шантажистки. А кто же тогда? Разберемся. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сильно болен? Нормально. Прости меня, Жень. За что? Это я тебя во всём тянул. Тебя ведь в принципе и убить могли. Ну, я же не пацан, знаю, во что увязываюсь. Ну, если, конечно, ты чувствуешь за собой вину, то я знаю способ её загладить. Ко мне? На матрас? Жень. То была разовая акция, я повторюсь. Я расплатилась за услугу. Ради нашей с тобой дружбы, пожалуйста, не возвращайся больше к этой семье. Значит, всё-таки друзья, да? Возможно. Так и как контрразведка на нас вышла-то? СТУК В ДВЕРЬ Сначала это труп с пулей, а потом стали копать. Что делал американский шпион у нас в доме дозрева. Выяснили, что искал компромат на советника посуды. Положи тот рот на конец. Да, с компроматом советника можно завербовать. Зовёт бабась. Ну да. А потом стали следить. Первый, как же к нему в посольство поехал, оттуда пости отдать. Они у нас уже не шпионы любые. В общем, повезло. Да, братан. Шпионский боевик какой-то. Сама погано сейчас то, что больше нет никаких зацепок, кто мог устроить этот взрыв. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Чё? Ты чего? Строительство начало. Ну и? На месте нашего дома. Ну и? Ну и? ЗВОНОК В ДВЕРЬ Торговый центр. Торговый развлекательный центр. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Гора, а ты думал? Вечный мемориал поставит? ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Как вы говорили, штучка? Полезная. Слушай, я на самом деле поговорить на другую тему хотел. Мы с Санькой гуляли и проходили мимо нашего дома старого. Ну как дома, его остатков. Вот, там уже торговой центр строят. Ну и я подумал, то что, наверное, стоит рассказать всем нашим. Зачем? Просто, Лёль, мне кажется, это все не случайно. Понимаешь, сколько надо времени на получение разрешения на строительство? Мне кажется, немало. А тут... бац, взрыв. Туда-сюда. И уже торговый центр строят. Странно. Ага. Скажу Антохе. Да. То есть контрразведка вам ничего не объяснила? Смеешься, что ли? Их только шпионы волнуют. А до взрыва дома им знаешь. Ну, поясняют спустя год, когда все свои дела прокрутят. Короче, я хочу, чтоб ты знала, что этот труп с пулей в голове. Он никакого отношения к делу не имеет. Ммм. Как докопался, интересно? Да, это не я. Другой человек. Прости, об этом рассказать не могу. Про него. Потому что подставлю. Просто не хочу, чтоб вы эту линию рассматривали. Отбросьте. Ну, допустим. А со мной чего делишься? Ну, как? Ты поделилась, я поделился. Ну, мне же не выгодно, чтоб между нами что-то непонимание какое-то было. То, понимаешь, ну, чтоб вы затягивали расследование там. Я голодная. Так вон, хот-доги. Может, поужинаем по-настоящему? Мм? Умеешь играть? Увидела в витрине, решила тряхнуть стариной. Лет десять не играла, но правила помню, если хочешь, могу объяснить. Лена, я тебе очень признателен, но сиделка мне не нужна. Я в адеквате. Ты уверен? Может быть, я твой очередной глюк? Издеваешься? Ну, вот видишь, был бы в адеквате, посмеялся бы. Извини, я понимаю, наверное, еще рано шутить на эти темы. Ну, может быть, начнем, пока я еще что-нибудь не ляпнула. Можем молча. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Смотри, мы сейчас можем молча все доесть и разойтись, либо можешь мне рассказать, что тебя так полнуют. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, не только расследование, там еще... ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Понимаешь? Ну, может быть, все честно сказать девушке, как есть? Да. Куда честно-то? После того, как он ее замуж позвал и ребенка уговорил оставить. Нет. Да я ни черта в этом не понимаю. Ну, а в чем он сомневается? Ну, то, что он сможет быть с ней или не сможет. Сможет он, там, ребенку что-то дать. Ну, какое нахрен отец-то? Да там и для Уни не было никакой сроды. Тебе это что, правда, интересно? Да так не говорил, просто ни с кем давно. Без протокола. Хоть захотелось что-то. Ну, у тебя как там, ну, на гражданке? Так как? Завидую. Кому? Другу твоему завидую. Он хоть весь сомневается, зато у него хоть и выборы есть с ребенком. А я вот тут для себя недавно открыла, что, оказывается, выбора не имею. В смысле? Детей иметь я не могу. Вот и все. Детей иметь я не могу. Я, кстати, тут живу недалеко. Пешком дойти можно. Пошли. Ну, я не знаю, решить по-быстрому можно все что угодно. Были бы рычаги влияния. Ну, кстати, строительный бизнес не исключение. Откуда у вас такая уверенность? Работаю в фирме. Крупный субподрядчик по проводке инженерных сетей. Занимаемся в том числе и торговыми центрами. Ты хочешь сказать, что за два месяца можно распределить землю, разместить тендер, разработать проект, провести всевозможные конкурсы и начать строительство? Ну, не знаю, за сроки я сказать не могу. Все-таки из другой области, бухгалтер. Ну, если они готовились к этому заранее... В том-то и дело, что заранее. Если кому-то нужна земля, почему бы не взорвать старый дом? Звучит жутко. В окно посмотри. Так. Понятно. Эту версию стоит проверить. Давайте я встречусь со следаком, но узнаю, что она думает по этому поводу. Что ты смотришь? Да, наше дело ведет женщина. Что-нибудь так. Я сейчас веду одно дело, связанное с иностранным гражданином. Там оказались замешаны потерпевшие из вашего расследования. Взрыв в жилом доме. Мы делали биллинги телефонов этих людей, пробивали круги общения. Выяснилось, что вы встречались с неким Антоном Коробовым. Это еще один потерпевший из вашего расследования. Товарищ полковник, я... Не надо ничего объяснять. И так ясно, что вы сливали ему служебную информацию. Нет. Он помогал расследованию, давал нужную информацию. А давал прямо у вас дома? Куда вы вчера вечером после шести отправились? Значит так, Ольга. В питерском управлении для тебя есть место. Питер? Меня переводят? Посидите на берегу не вы. Подумайте. С кем стоит общаться, а с кем нет. Да, Антох. Здорово, Слав. Слушай, тема такая. Никак не могу дозвониться до Ольги. До следачки, да, с которой ты меня свел. У меня тема очень срочная. Ты не знаешь, куда она пропала? Пока никуда, но скоро пропадет. В Питер из-за тебя. Так. Подожди, подожди. Объясни, еще не понял ничего. Начальство узнало, что она была с тобой в тесных отношениях. Передала секретную информацию. Ну, ее и сам понимаешь. Слав, слушай. Это очень важно. Мне срочно нужно ее увидеть. Не вздумай, ей же хуже сделаешь. И не звони, она все равно не возьмет трубку. Хорошо, я понял. Ты можешь тогда просто передай ей, что... Что мне очень жаль. Угу. Пока. Связи со следствием у нас больше нет. Поэтому тему с торговым центром раскручиваем самому. Угу. Сначала пополнять вообще, чья выгода в этом торговом центре? Ну, тут две стороны, которые сразу получают огромные деньги. Это тот, кто выделил землю, явно получает хороший откат. Ну, и застройщик. Владелец торгового центра не есть. Нет. Это огромная иностранная фирма. У них десятки центров. И по России, и Европе есть. Нет. Не будут они из одной точки тракт устраивать. Ну, смешно просто. Ну, вот, застройщик и начнем. С ним же проще. Ребята, а может быть, хватит, а? Ну, где эти люди? И где мы? Может быть, уже пора закончить эту историю и начать жить дальше? М? А тебя здесь кто-то спрашивал? Или ты во время взрыва потерял кого-то? Я что-то не припомню. Мужики, бригадир и монтажник, он где? Так они только завтра заступают. Завтра? А что же он меня вызвал? Говорит, замена нужна. Без понятия. Ну, пойду у начальника участка спрошу. Как его звать-то? Ломов. Коста. А. Монтажники. Завтра будут. Такое предложение. Если одного из бригады убрать, то можно разыграть, типа я пришел на его место. Ну, убрать человека на денек не проблема. В плане? Ну, узнаю, в каком бригаде. Проводим, да, думал. Подъезде хлопнем. Хлопнем? Ну, да. Дадим по башке. Загрузим в багажник и в гараж. Я смотрю, вам это нравится, да? А потом извинимся. Ну, типа опознались. Дадим на лапу в десяток. И гуляй, Вася. Валер, ну, Женя реально прав. Если есть другие варианты, я нет. Почему нельзя просто купить информацию у прораба? Чтобы он потом стуканул застройщик? Не вариант. Хорошая новость. Всегда нашел я тех ушлепок, в которых мне тогда бошку проломили. Стрелу им забил. Лель, так что здесь хорошо-то? Сладкая месть. Мне Козе звонил. Сказал, там, быки адские вообще-то. Ты о чем? Были быки, станут телочками. Что делов-то? Лель, я просто понять не могу. Я так-то думал, ты со мной поедешь. Да не поеду я с тобой. Я тебе не советую. Тебе мало было ментовки, травмы, все это, а? А ты когда у нас успел телочкой-то стать? Тебе что, Ванька, кастрировала, что ли? Пошел-то. Я вот все думаю, когда я начну жить нормально, без криминала. Ведь хотел же. Начнешь когда-нибудь. Слушай, а тебя не напрягает, что ты решаешься с уголовником? Поживем, увидим. Поживем, увидим. Тоже. Что? Ты в последнее время стал какой-то. Какой, Наташа? Далёгий. Всё в порядке. Просто устал, правда. Всё. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Тоже. Если у тебя что-то поменялось ко мне или к ребёнку, то ты скажи. Я не буду психовать. А даже завязывай. Серьёзно. Всё в порядке. Честно. Сейчас я высплюсь и буду снова близким, каким хочешь. Договорились? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спокойной ночи. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спокойной ночи. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Михаил. Здрасьте. Я Валера, монтажник. Мне Кость Аломук сказал, у вас на смену кто-то не вышел. Давай, за мной. Ага. Ну, точно, с тобой никакие рестораны не нужны. Ты про равиоли все? А кроме них ты еще что-нибудь сегодня запомнил? Ну, конечно. Здрасте. Здравствуй, Ань. Как дела? Нормально. А ты куда? Обои новые посмотреть, в гостиную переклеить нужно, наконец. Вот Кирилл вызвался помочь. Довезти до магазина. Как любезно с его стороны. Желаю вам удачи с обоями. Привет, Ань. Здрасте. Слушай, ну-ка, подожди. А что за пузырь с твоей мамкой? А что? У меня ничего, просто лицо знакомое. Хахали ее. Нашла себе пару недель назад. А где нашла? Она говорит, что близки познакомились. Он репетитор по литературе, что ли. А сюда к ученику приехал. Репетитор, говоришь, да? А вы откуда его знаете? Да неважно, забей. Ну нет, объясните. Или я у него сама спрошу. Да не репетитор он, а брачный аферист. Я его на зоне видел. Чего? Ну, они же еще не расписались? Нет. Ну, значит, ничего страшного. Я разберусь, забей. Пойдем. СМЕХ Так мы за ним полчаса по стройке гонялись. А он все орет, на Альфу Центавру не вернусь. СМЕХ А еще этот перфорат, не перфорат, как его, шуруповерт. Он себе передатчик из уха хотел высверлить. Говорит, на Центавре поставили. СМЕХ Ладно, ребят, давай за работу. Погодите, мужики, момент такой. У меня денюха сегодня. О-о-о! В общем, предлагаю, так сказать, покашлять. За день рождения хорошего человека выпить не грех. Благодарю. Да? Да я вечером проставляюсь. Пойдет она. Ну, отлично. О-о-о! Монтажники эти, конечно, бухают, как кони. Валер, ну зачем ты нас позвал? Ты невменяемый. Давай ты поспишь и с утра все расскажешь. Не-не-не, я в порядке, сейчас. Сейчас я... Водички мне надо выпить от вами. Короче, я нашел бригадира, позвал. Там еще двое было на день рождения, типа. А пришли всего, ну, в общем, втроем. Их напоил, короче. Угу. Или они тебя. Ну, не без этого. В общем, напоил их и начал расспрашивать, как там, что, кого, ну, интересоваться. Оказывается, торговый центр еще строить собирались аж полгода назад. Понимаете? Ну, не на нашем месте дома, а рядом. Вот. Собрали бумаги, все... Ох... Пойдем, присяду. Что-то не могу. Ну, ноги не держу. Собрали бумаги, вот. И вроде как бы все, понимаете, уже договорились. А в последний момент пришел отказ из мэрии о том, что нельзя... Что-то, в общем, там не срослось рядом дома, близко с торговым центром. И не договорились. Вот. А сейчас, понимаете, всю эту бригаду, она работала вообще там в другом объекте. Их срочно перекинули лихо на этот объект. Сказали, все строим. Ну, аккуратно, кажется, как раз будем после взрыва. Вот. Такие дела. По поводу застройщика, я посмотрела документы фирмы своей. Мы работали с ним на субподряде. Ну, и кто у них там главный? Подпись стоит за именем Никиты Ивановича Стебунькова. И знаете, что самое интересное? Узнала из соцсетей. Он какой-то родственник жены префекта. Опа. Да, здравствуй, социальные сети. Нашего префекта. Ну, которого, видимо, выделил землю под торговый центр. Всегда все с префектуры начинается. Таким образом, у нас есть явный подозреваемый. Даже два. И что дальше? Дальше заставим сознаться. Стебуньков этот. Можно у него как-то отследить фотографии, достать какие-то в интернете? Да, здравствует социальные сети. Никита Иванович, вы запомните сегодня небольшой сабантуйщик в клубе вечером? А, да-да, я помню. Обязательно буду. ТЕЛЬ� ТЕЛЬНЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да? Лёлька, здоров, срочная тема. Всех собирай по торговому центру, ты понял? Да. Только... Я не дома сейчас, а подъехать. Нужны люди решать, вопрос надо быстро. Нет, Жень, прости, не получу сегодня. Не смогу подъехать. Черт. Не дома ты, да? Уже выхожу и... На стрелу свою? Лёха. Бра. Я прошу тебя, не ходи туда. Блин, предчувствие у меня фиговое, ну поверь мне. Пожалуйста. Степенькова сейчас резвится в ночном клубе. Самое время воспользоваться ситуацией. Ну и подослать мне ему человечка, чтобы разговаривать. Разговаривать должна женщина. Само собой. И лучше в привате. Выпить, закусить и поехать на квартиру. Есть у меня одна девчонка, кто может это сделать. Могу быстро ввести в курс. А сколько ей лен? А имеет значение? Двадцать восемь. Подожди. Антоха сказал, что Степенькова вклеится только к молоденьким, лет 20 к которым. У тебя есть другие варианты? Тогда звоню ей. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Никита Иванович, дорогой. За ваше здоровье. Поздравляем. Спасибо. Пока не берет. Твоя мать. Степеньков свалять может в любой момент. Я могу попробовать. Нет. Но актриса из меня не вышла. Может, хоть тут справлюсь. Только без секса. Спать я с ним не буду. Но если напоить так, чтобы шевелил только языком, вам и спать не придется. Лен. Подумай хорошенько. Если человек способен заказать взрыв дома. Я хочу помочь. Это мое право. Запоминай, Вишневая, 18-42. Квартира снята на левое имя. Поэтому к нам не привезет в случае чего. Зовешь Тепенькова туда. Но к себе он вряд ли потащит, коль жена. Как думаешь? Даже интересно. Зачем ты держишь хату на левое имя? Слушай, Лен. Я поеду сразу туда на хату. И спрячусь там в шкафу. Антона Валера. Буду страховать тебя, если бы он поеду сразу за вами. Ты, главное, не волнуйся. Я рядом. Мы все рядом. Все будет хорошо. Я не могу. Я это... Что-то он так сделал, да? Да нет. Мама. И ее урод аферист. Не могу спокойно. Надо что-то сделать. Слушай, ну Женя же сказал, что он сам все сделает. Не надо лезть. Ну и чего он тянет сам? Когда? Я и не хочу, чтобы она лишнюю секунду с этим уродом проводила. Слушай, ну ты же ничего не сможешь сделать. Ну что, долбачье? Прощение, молить будем? Все, кишками харкаться будешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, что происходит? Куда пошли, не понял? Эй, иди сюда, ты что? Что происходит? Ой! Аккуратней, девушка! Простите, пожалуйста! Потанцуй! Да! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что вы сейчас строите? Это так интересно, наверное? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это... торговый центр. О, здорово! Это очень... очень интересно. А где? Может, не скидочку дадите? У меня строительная компания. Я не владелец. Ну, если хочешь, я тебе этих скидочку сколько угодно. Хочешь? Хочу. Хочу. Я обожаю скидки. А... Простите, а где вы именно его строите? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут скучно так. Может быть, ко мне поедем? Другое дело. Добрый вечер. А где можно заявление написать? Смотря какое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в общем, бойфренд мамки моей, он... Ему за сорок, и... Он начал ко мне приставать. Он там под юбку залез. Да руку свою. Начал еще трусы стягивать. Я еле убежала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Присаживайся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо, как все было? Хорошенькая квартирка. Да, квартира очень хорошая. Только это не моя подруга. Мне такую не потянуть. Ну, ничего, ничего. Будешь дальше общаться с нормальными людьми, еще круче потянешь. Только общаться? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мариночка! Да? Принеси мне льда, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Льда? Льда. Да, сейчас одну секунду, я в холодильнике посмотрю. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Знаете, а льда нет, к сожалению. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Выпей со мной, дедочка. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Массовая драка со стрельбой из травматического оружия вспыхнула в западном округе Москвы на улице Инициативная. В результате драки восемь человек получили травмы различной степени тяжести. Прибывшие на место полицейские задержали... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да? Чё, чё, Лёлик, ты где? Ты как вообще, а? Домой иду, а чё? Я мне просто винт прислал ссылку с этой вашей драки. Там у вас менты, стрельба. Это чё вообще такое, а? Да ладно, я, ну всё нормально. Я свалил раньше. Они, прикинь, за столом припёрлись. Так мы всех положили. Костет где-то потерял, выронил, я не знаю. Костет. Ладно, это, брат, давай домой иду, ладно? Я говорю, иду. Десять минут. Что-то мне нехорошо. Я сейчас вернусь. Я сейчас. Тихо, тихо, всё нормально. Приляг. Что? Сейчас полегчает. Приляг. Сейчас пройдёт. Что? Всё нормально, всё нормально. Расслабься, просто получай вдохну. Не надо. Сейчас будет хорошо. Не надо. Расслабься, просто... Песня! Чемо мясное? Чего ты сказал? Говорю, чмо-то мясное. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Ох. Джерпенье и субтитры. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А давай страшными секретами делиться. До фига. Да просто так. Я же тебя в первый и в последний раз вижу. Хочу запомнить о тебе что-то особенное. Ну вот смотри, мне когда шестнадцать лет было, меня мой отчим отымел. А я за это его дом сожгла. Такой пожарищей был. Меня, кстати, так никто и не вычислил. Что смотришь? Твоя очередь? Какую? Я же не изменяю. ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА 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 Ты чего такая смелая? Не боишься? А если это я? Я тебя прямо сейчас задушить не могу.